Наверное, уже можно начинать нашу сегодняшний вебинар. И я его хочу начать вот с чего. Ну, во-первых, хотелось бы вас всех поздравить с тем, что вы, как настоящие спортсмены, преодолели отборочный турнир и вышли уже в такую финальную часть наших соревнований. И это замечательно, это означает, что впереди такая самая, наверное, интересная часть этих соревнований. Поэтому сегодня хотелось бы как раз на особенности, что ли, проведения вот этой заключительной части и обратить ваше внимание. Сейчас я постараюсь продемонстрировать вам некоторые наши такие презентационные материалы, для того, чтобы проиллюстрировать вот как раз те моменты заключительного этапа. А он, вы знаете, наверное, будет проходить по сути тоже, ну, так сказать, в два таких, в два этапа. И вот тот этап, который, так сказать, ближайший нам предстоит с вами провести, это, по сути, некое, ну, мы его называем там полуфиналом. Вот. Это первый момент. Значит, то есть впереди у нас проведение вот этой полуфинальной части соревнований. Значит, как это нам мыслится, проведение вот этого полуфинала, значит, я как раз хотел вместе с коллегами моими об этом рассказать. Ну, первый такой, первый момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание, что полуфинальная вот эта часть, она построена несколько иначе, чем отборочный этап. То есть если в отборочном этапе были, ну, такие, до некоторой степени традиционные такие задания, да, касающиеся, так сказать, различных там вопросов и такой теоретической информатики, и практической информатики, и, так сказать, какие-то элементы там того, что называемый бизнес-информатикой, там тоже присутствовали. Ну, это было, ну, очень похоже на некоторые такие вот традиционные виды заданий, используемых при обучении там, ну, и в частности вот эти тесты, по сути. Их было достаточно много, 10 таких тестов, то вот в полуфинальной части мы решили пойти по пути, ну, такому, что ли, максимально приближенному к той практической деятельности, которая всех, собственно, должна вас ожидать по окончании обучения, или, а может быть, для некоторых и в процессе обучения, когда вы, так сказать, будете проходить там стажировки в компаниях и партнерских, и не только партнерских для этой Олимпиады. То есть, по сути, вот для того, чтобы сделать такое приближение к практической деятельности, мы выбрали такой кейсовый подход. То есть, вот этот некий кейс, он такого практического свойства, в основе этих кейсов, которые мы будем предлагать в качестве заданий на вот эту полуфинальную часть соревнований, в основе этих кейсов лежит, в общем-то, такие достаточно практические и реально существующие задачи, и, соответственно, в рамках этого кейса, по сути, описывается некоторый вот такой объект возможной или подлежащей автоматизации. То есть, по сути, речь идет о некоторых таких начальных моментах, связанных с проектированием информационных систем, которые планируются для создания и внедрения в различных таких областях практической деятельности компании. Вот, поэтому, с точки зрения вот этого кейсового подхода, мы, то есть, единый кейс в варианте, то есть, единое описание вот этого объекта автоматизации, и для вот такого кейса сформулировано 5 заданий. Значит, структуры их, или, правильнее сказать так, тематическая направленность этих заданий, вот она, по сути, здесь и представлена. То есть, фактически задание, одно из заданий связано с, ну, таким моделированием, анализом бизнес-процессов, то есть, это такая, по сути, работа, предваряющая, собственно, само проектирование, да, сам дизайн информационных систем. Вторая часть, она будет связана с, ну, с такой, что ли, ядром работы информационной системы, то есть, по сути, с базой данных, которая всегда, так сказать, лежит в основе информационных систем. И в этом смысле второе задание, оно такое, довольно емкое, поскольку связано будет с проектированием, ну, и в каком-то смысле администрированием базы данных, лежащей в основе вот этой проектируемой информационной системы. Следующие два задания, они непосредственно, непосредственно связаны с тем, каким образом необходимо, то есть, каков будет дизайн будущей системы, по сути, вот речь идет именно об этом. И задания, они формулируются ровно в эту сторону. А для этого, естественно, необходимо знание, ну, некоторых таких вот современных технологий и проектирования, реализации информационных систем, в какой-то степени там и тех языков программирования, которые при этом используются. Ну, вот это, вот этим вопросом посвящена как раз третья и четвертая задача. Ну, и, безусловно, необходимая часть, и вы, я думаю, поняли это и вот по заданиям отборочного тура, обязательный элемент, это то, что связано с обеспечением безопасности данных, там, безопасности персональных данных, ну, и так далее. То есть, все то, что, по сути, необходимо учитывать при проектировании любой информационной системы в части такой вот информационной безопасности. Поэтому, так же, как и в прошлый раз, вот, общее количество баллов, которые вы можете набрать, максимальное количество вот этих баллов, это 100, распределяются между заданиями эти баллы по-разному, но вот сумма всех заработанных вами баллов, при правильном, там, решении задачи, она должна быть 100. И на все это время, то есть, на выполнение вот этих пяти заданий в каждом варианте выделяется 6 часов, то есть, 360 минут. Вот это такая, такая, что ли, вводная часть. Теперь несколько слов о, собственно, самом кейсе, да, то есть, вот, поскольку, как я уже сказал, основная задача, составляющая, по сути, ну, такую целевую функцию этого кейса, это спроектировать, именно, подчеркиваю, спроектировать систему автоматизации для некоторого, так сказать, объекта автоматизации, который, естественно, на этом объекте автоматизации реализуются некие бизнес-процессы, составляющие, собственно, саму основу деятельности, вот, там, организации или подразделения, поэтому, собственно, и сама структура кейса, она должна, или и устроена таким образом, что фактически дается, знаете, как вот в техническом задании, если говорить там про ГОСТы 34-й серии, то там вот в документе, который стандартизует требования к техническому заданию, там, по сути, первым таким элементом, ну, помимо, естественно, таких формализмов, связанных там с названиями и так далее, то основная, первая, что ли, вот эта первая часть технического задания, она так и формулируется, как характеристика объекта автоматизации, поэтому в основе вот этой, вот этого кейса лежит, так сказать, основной, основной такой информационный блок, по сути, описывающий как раз вот этот объект автоматизации, то есть там есть, ну, такие упоминания, может быть, они могут быть не структурированы, но есть упоминания о некой структуре организационно-штатной, есть, так сказать, какие-то, где-то, где-то впрямую, где-то там, может быть, косвенно описаны те роли и, или, так сказать, там, какие-то должности или там подразделения, реализующие вот эти бизнес-процессы, описаны функции, которые реализуют деятельность того или иного подразделения, которые, о которых идет речь в этом кейсе, ну, или возможных, так сказать, там, услугах, там, или товарах, но так или иначе, это есть некая вот такая общая характеристика. Теперь то, что касаемо, собственно, самой деятельности, да, это будет перечень, и это практически тоже в каждом из этих кейсов, там, как-то это тоже, опять-таки, может быть, в таком структурированном виде или в менее структурированном, но, по крайней мере, перечислены основные бизнес-процессы, составляющие суть деятельности, вот, описываемого объекта автоматизации. При этом даны некоторые, так сказать, ну, такие, что ли, пояснения, да, текстовое описание этих бизнес-процессов, и перечислены, по сути, участники этих бизнес-процессов, там, соответствующие роли, реализующие, то есть указаны роли, реализующие или участвующие в реализации вот этой деятельности или тех самых бизнес-процессов, о которых я сейчас говорил. То есть вот такова структура, собственно, этого кейса, и она во всех заданиях, и для бакалавриата, и для магистров, она приблизительно выглядит одинаково, поскольку она, еще раз повторюсь, она основана на неких, вот, так называемых, реальных практических задачах, то, что мы называем кейсом. Теперь непосредственно, собственно, к самим заданиям я хочу перейти, ну, и начать его с так называемого первого задания, это задание, связанное как раз с моделированием и анализом бизнес-процессов. Поэтому с точки зрения самой постановки задачи, ну, вот она фактически в таких, что ли, трех подзаданиях, что ли, или трех элементах состоит вот эта постановка задачи. Значит, первое такое задание или первая задача, которую вам необходимо будет реализовать, это, по сути, по вот этому текстовому описанию, которое приведено в кейсе, и постараться построить модель, собственно, самих бизнес-процессов. С учетом того, что вам необходимо будет, поскольку основная задача – это построение или проектирование информационной системы, или системы автоматизации для указанного в кейсе объекта, то, понятное дело, что и бизнес-процессы, они должны быть, их модель, да, вот ту модель, которую вы будете строить, она должна быть направлена как раз на реализацию, собственно, в информационной системе этих бизнес-модель. Значит, при этом эта диаграмма, ну, и это обычная, так сказать, такая практика, она должна быть снабжена, диаграмма, я имею в виду, как модель, собственно, самих бизнес-процессов, она должна быть снабжена некоторыми пояснениями. Для того, чтобы, ну, как-то структурировать эту штуку, предлагается вот эти пояснения, ну, приводить тоже в некой, так сказать, такой структурированной форме в виде таблички. Ну, они, так сказать, там где-то в самом его демонстрационном варианте, который, так сказать, с которым, ну, наверное, некоторые из вас, или, может, многие из вас познакомились, там она приведена. По сути, она, в этой таблице указываются входные данные, выходные данные, то есть вход и выход, собственно, самого процесса, некоторые, да, указываются роли или участники этого процесса, ну, и некоторые, то, что составляет, составляет суть выполняемой, выполняемой функции. При этом, естественно, возникают тут же, конечно, вопросы, связанные с тем, а, собственно, с использованием, ну, каких, какой методологии, или, так сказать, каких нотаций вот этот, вот эти бизнес-процессы описывают. Но у нас есть рекомендации, они там тоже представлены и сопровождают этот демонстрационный пример, но, в общем-то, ничего, так сказать, такого нового вы, наверное, в этих рекомендациях не увидите. Да, это ориентация в первую голову на свободное, такое свободно обращаемое программное обеспечение, которое используется при проектировании бизнес-процессов, ну, то есть, ну, типа Iris, например, Iris Express, конечно, вот, или, так сказать, там, не знаю, кто-то, кому-то нравится больше такая IDF-нотация, соответственно, это что-то аналогичное, так сказать, там, современному, там, процесс-моделеру, либо это BPMN-нотация, то есть, в принципе, набор достаточно такой широкий, это первое. Второе, собственно, вы можете использовать, там, и даже графический редактор, если, ну, вот, с точки зрения просто, ну, неких таких изобразительных возможностей такого рода редакторов, ну, типа Vizio, например, или каких-либо еще средств такого рода. То есть, в этом смысле мы, в общем-то, никого не ограничиваем, но есть вот такие рекомендации, о которых я сказал. Вот, собственно говоря, это то, что касаемо постановочной части. Да, и еще одно задание, при том, что, понятное дело, коль скоро вы, так сказать, какую-то нотацию там выбираете, то, безусловно, неплохо было бы и обосновать, почему именно, так сказать, вы ее выбираете, почему она наиболее, на ваш взгляд, или, так сказать, там, хорошо будет реализовывать вот эту задачу построения или построение модели бизнес-процессов в рамках конкретного кейса. Ну, и последняя задача тоже, так сказать, которая характерна всегда для, так сказать, вопросов, или, так сказать, задач, которые решаются при анализе бизнес-процессов, это то, что связано с эффективностью таких описываемых бизнес-процессов, а это, в свою очередь, приводит к необходимости, ну, уяснения или выяснения и какой-то степени формализации критериев, по которым вы будете эту эффективность оценивать, а это, в свою очередь, означает, что необходимо там вот эти критерии сформулировать в виде неких, там, ключевых показателей эффективности. Вот, собственно говоря, то, что касаемо задачи. Ну, а в части такого предлагаемого, по сути, вот те задачи, о которых я, которые я перечислил, я, собственно, могу сказать, что и решение, на самом деле, тогда, ну, алгоритмически, по крайней мере, оно тоже понятно, каким образом осуществляется. То есть, в первую голову необходимо как-то структурировать вот эту информацию, которая есть в таком описательном, вербальном варианте, выделив, ну, основные такие ключевые моменты для последующего моделирования. Естественно, выбрать вот эту нотацию для построения модели, собственно, саму модель построить и, как я уже сказал, определиться с критериями, которые вы будете предлагать в качестве таких вот оценочных критериев эффективности процесса. Ну, и вот есть еще одно, так сказать, такое вопрос или задание, или подзадание, которое мы адресуем тем участникам, которые учатся в магистратуре или специалитете, это сформулировать некие предложения по, собственно, улучшению самих этих бизнес-процессов. Тоже обычная такая история для, характерная для тех задач, которые, ну, ставятся при проектировании информационных систем, такая в большей степени консалтинговая, наверное, компонента, что ли, вот в этом первом задании, это вот, так сказать, предложить какие-то пути по повышению эффективности, да, или, там, улучшению этих ключевых показателей, которые вы сами, по сути, и сформулировали. Вот это то, что касаемо первого задания. Да, я сразу вот вначале не, мы как-то не договорились относительно того, как мы будем реализовывать, собственно, сами вопросы. То есть вот эти вопросы, я думаю, нужно, наверное, есть смысл задавать после того, как мы с вами проведем полностью все, что связано с нашими заданиями. Если такой вот вариант устраивает, тогда я перейду ко второй задаче или ко второму заданию. Но, как я уже сказал, связано с проектированием, собственно, базы данных. Ну, тоже, в общем-то, задачи, с которыми вы довольно успешно справились в отборочном туре. При этом, вот здесь я не зря сказал, что эта задача будет такая довольно емкая, поскольку она как бы разбита на три, по сути, подзадания. Вот, первое задание, оно связано, собственно, с проектированием, да, с проектированием базы данных. Поскольку это, ну, такая, в общем-то, довольно творческий такой момент, поэтому, естественно, вам необходимо будет вот для реализации, реализации этой задачи определиться, а, конечно, ну, вот, как это принято у нас называть, нормативно-справочной информацией. То есть, теми такими справочниками и классификаторами, которые вы либо увидите их, так сказать, прямое, такое явное декларирование, собственно, в самом тексте этого кейса, либо вы можете это предлагать, вот, с точки зрения, так сказать, ну, какой-то там улучшения, повышения тоже качества данных. Вот, то есть, по крайней мере, вот этот необходимый такой элемент, связанный с нормативно-справочной информацией, это, на самом деле, обычно первый такой шаг при реализации подобного рода задач. Кроме этого, естественно, необходимо понять и те объекты учета, которые, по сути, тоже декларируются в качестве, так сказать, ну, какого-то элемента самой задачи построения информационной системы. Вот, то есть, это могут быть, там, либо каталог каких-то документов, там, электронных, либо, так сказать, какие-то карточки, там, электроны, ну, и так далее. То есть, здесь, здесь каждый из вас будет, так сказать, ну, там, для себя решать эту задачу в соответствии с заданием. Понятно, что необходимо тоже как-то понять, каким средством вы будете пользоваться для того, чтобы вот эту схему базы данных построить, в виде ИР-модели, безусловно, собственно, построить эту модель, ну, и дать некоторые пояснения, вот, тоже, так сказать, мы предлагаем это сделать в некотором таком структурированном, структурированном виде, и структура, вот, она здесь, по сути, приведена, то есть, тоже, в общем-то, ничего для себя нового здесь не увидеть, это обычная, так сказать, такая стандартная, что ли, схема для того, чтобы, так сказать, при... Арсалович, участники в чате спрашивают про переключение слайдов на презентации. Что, оно не происходит? Да, у вас на втором слайде, где задание полуфинала, вот, сейчас происходит. А, вот как. И, Арсалович, еще сразу там в чате был вопрос про, по первому заданию, значит, можно ли использовать, сейчас найду его, какую-то другую нотацию, сейчас посмотрите, там в чате был вопрос, просто пока далеко не убежали. Да, да, сейчас постараюсь. Так, добрый день, известно ли время, начало, будет ли ссылка, так, вебинары, не вижу пока слайд. Нотация сайпок, кажется. Сайпок. Ну, если честно, я с такой нотацией не встречался. Вот, если, могу посмотреть, но, если это не требует, так сказать, каких-то, как бы это так вежливее сказать, если это не потребует от организаторов Олимпиады каких-то там вложений для того, чтобы, так сказать, там что-то такое там для конкретного участника приобрести, то, я думаю, пожалуйста, пожалуйста. Так, есть, мы, я так понимаю, вопросы по первому, по первой, первому заданию, наверное, можно же при выполнении первого задания. Давайте, давайте сделаем так, я сейчас закончу со вторым, и пока кто-то будет рассказывать, чтобы просто времени терять, кто-то будет рассказывать из моих коллег про свои задания, да, я посмотрю в чате, себе, так сказать, помечу ваши вопросы, и, так сказать, тогда уже по окончанию всего будем предметно отвечать. Наверное, такой, ну, вот такая схема, такой сценарий, он наиболее продуктивен, на мой взгляд. Тогда все-таки, скоро у меня тут что-то не переключались картинки, давайте мы, значит, теперь видна, да, картинка по проектированию. Значит, ну, как я уже сказал, вот, то первое задание, которое формулируется для задачи по проектированию, значит, соответственно, базы данных, оно предполагает, ну, вот, как я себе это, там, понимаю, и, собственно, это ровно в таком же ключе решается и в такой практической области. То есть, первый такой шаг – это определение, собственно, таких и объектов учета, и необходимых справочников и классификаторов, то, что связано с нормативно-справочной информацией. И, кроме этого, естественно, выбирается, опять-таки, либо там нотации, ну, и, безусловно, средства построения модели или схемы базы данных. И здесь тоже, так сказать, есть наши, там, какие-то рекомендации, но, опять-таки, никто вас в этом смысле не ограничивает. Вот, кроме этого, строится, собственно, сама модель, ну, и дается некоторое вот такое текстовое описание этой модели в виде, вот, ну, мы привели вот тут такую табличку. Опять-таки, повторюсь, что, в общем-то, все достаточно традиционно. Второе задание. Оно уже, на самом деле, связано с тем, чтобы построенную схему реализовать непосредственно с использованием уже средств СУБД, то есть наполнить, создать эту базу, наполнить ее данными. Вот, ну, вот мы здесь написали, чтобы в ней было не менее пяти записей в таблице, в каждой из таблиц, да, и потом вот то, что у вас получилось, выгрузить, поскольку мы с этим вы тоже, наверное, знакомы, по отборочному туру, значит, мы рекомендуем использовать оболочку из Кулайт для того, чтобы на самом деле и у нас была возможность, ну, так сказать, на одном таком вот языке говорить. Можно и Postgres, вот я уже вижу. Postgres SQL тоже это вполне себе допустимо. Тяжелее будет, если бы вы там использовали Oracle, потому что это требует с точки зрения проверки, ну, использование аналогичное СУБД. Поэтому все, что связано с такими свободно обращаемым ПО, мы будем, не будем против этого возражать. Важно другое, чтобы вы, так сказать, вот эту созданную вами базу и наполненную выгрузили с тем расчетом, чтобы мы могли с этим, так сказать, ну, дальше как-то заниматься. Вот это суть такого второй подзадачи. Ну и последнее тоже понятно, она, поскольку любая там информационная система с точки зрения пользователей, это, конечно, некое средство для анализа там каких-то данных, для того, чтобы поддерживать некие решения. Поэтому в этом смысле мы в качестве третьего задания сформулировали там в разных вариантах, так сказать, это разные, естественно, такие отчеты, а по сути это запросы, SQL-запросы. Поэтому мы предлагаем вам в качестве вот такого третьего задания сформулировать, собственно, сам SQL-запрос, его реализовать и результаты этого SQL-запроса точно так же привести в качестве вот этого результата. выгрузив это в виде, там, не знаю, либо CSV-файла, либо текстового файла, но так, чтобы мы могли, так сказать, увидеть, вот, собственно, вами полученный отчет. Или, так сказать, другими словами, результат выполнения выбранного или реализованного запроса. Вот, эти запросы, по-моему, для, так сказать, бакалаврских заданий это, по сути, один запрос. Для магистров могут быть, там, по-моему, варианты там, где есть запросы, ну, или отчеты, другими словами, там, два, не один, а два, значит, этих отчетов. Вот, фактически, то, что касается первых двух заданий. Поэтому я на этом, наверное, заканчиваю свою часть и передаю слово моим коллегам, которые расскажут уже о третьем, четвертом, ну, и, соответственно, пятом, последнем задании. Пожалуйста, Сергей Александрович. Да, Александр Александрович, тут сразу вопрос, может, посразу ответить про обязательность использования SQLite, я вижу. Да, да, я уже сказал, что на самом деле мы рекомендуем использование SQLite, ну, поскольку это свободное, опять-таки, такая свободное ПО, но и Postgres мы, в общем, не будем, ну, там, запрещать, да, то есть это вполне, вполне себе, так сказать, используемое СУБД, которое можно, можно, безусловно, пользоваться, и, то есть мы, еще раз подчеркну, значит, мы не возражаем против использования вот и такой СУБД. Я бы только, наверное, добавил, что предполагается вот там, ну, например, в задачах, если будут какие-то задачи, связанные непосредственно с написанием каких-то SQL-запросов, да, чтобы, значит, использовались, ну, скажем так, операторы стандарта SQL, которые, да, которые работали бы на всех СУБД, то есть, по сути, чтобы вы не использовали примочки какой-то конкретной или функции, которые есть в какой-то конкретной СУБД, таким образом, ну, значит, реализуя вроде как бы задание, которое описано. Вот. Поэтому просто обратите на это внимание, да, что если вы используете другую СУБД, чтобы вы не использовали какие-то, значит, специфичные, исключительно для данной СУБД вещи, потому что, в принципе, этого, конечно же, не требуется. Вот. Сергей, извини, пожалуйста, можно я сразу же... Да, конечно. ...ответить на... Вот тут Илья Межов, он много вопросов задает. Значит, я тогда постараюсь прямо по порядку. Значит, везде разные определения ИР-модели, что подразумевается под ИР-моделью. Значит, ну, ничего тут такого специфического нет. Сущность, отношения, связи, все, больше ничего. То есть, никаких, там, не знаю, может быть, так сказать, вы как-то... Мы не требуем, там, скажем, диаграмму классов, например, да. Мы вполне... Вполне достаточно того, что вы приведете вот обычную Ченовский вариант ИР-модели. Сущность, отношения, ну, и, конечно, связи. Надеюсь, я на этот вопрос ответил. И теперь вот тот вопрос по поводу отчетов. Значит, вы пишете, почему необходимо привести не запрос, а результаты запроса. На самом деле и запрос тоже. И, по-моему, может быть, я сейчас еще раз посмотрю, но на самом деле мы хотели вот и в этом третьем задании в качестве результата, чтобы вы выгрузили текст запроса в каком виде? Там, в формате ли SQL? Либо у кого-то, кто-то может, так сказать, это просто в виде текста привести. Ради Бога. Важно другое, чтобы был и текст самого запроса, и результат этого выполненного запроса. Тогда мне будет проще, ну, мне там или моим коллегам, будет проще понять, как, так сказать, что вы реализовали, насколько эта реализация, ну, такая правильная, легитимная. Вот так. Все, я больше вопросов такого плана не вижу. А, вот еще последнее. Можно ли бакалаврам предложить улучшение системы? Конечно, можно. И это будет только приветствоваться. Нет жесткого ограничения. Вот для магистров так, а для бакалаврятов как-то по-другому и никак больше. Если будет предложение, очень здорово. Все, спасибо, Сергей Александрович. Извините, я забрал много времени, наверное. Так, ну, давайте я тогда продолжу про, значит, задания, связанные с, значит, программной архитектурой, технологиями, реализациями этой архитектуры и с процитепированием интерфейса. Значит, ну, вот в демо-варианте вот такая тематика заданий, которую, наверное, вы уже видели. Значит, давайте чуть-чуть остановимся тоже, значит, на, наверное, терминах, чтобы не было путаницы. Да, значит, что мы подразумеваем под архитектурой. Да, ну, опять же, наверное, это может быть похоже на вопрос потенциальный про, там, ER-моделью, что вы называете, ER-моделью определения там множества разных. Вот примерно то же самое, наверное, можно сказать про архитектуру системы или архитектуру программного испечения. Значит, ну, фактически мы можем сказать, что вот такое смысловое определение архитектуры программного испечения, значит, которое мы вкладываем здесь, подразумевается, значит, что разработка архитектуры – это некоторый процесс, да, который превращает требуемые характеристики системы или программного испечения в некоторое структурированное решение, которое определенным образом описанное и соответствует непосредственно функциональным требованиям, техническим, бизнес-требованиям и так далее. И того на выходе, да, архитектура представляет из себя не что иное, как набор логических компонентов. Вот слово логических здесь, наверное, одно из ключевых, то есть это под элементом или звеном архитектуры подразумевается именно логический компонент, а не там физический какой-то компьютер, значит, на котором что-то выполняется. Ну, и, естественно, эти логические компоненты некоторым образом обязаны быть связаны между собой с одной стороны, да, и между ними как-то должны быть распределены обязанности, то есть какой компонент за выполнение каких ключевых функций и обеспечения какого функционала в рамках этой системы отвечает. Ну, вот там классификация архитектур тоже есть несколько. Здесь я, естественно, вам не буду рассказывать, проводить лекции о том, какие они там бывают и так далее, но просто чтобы было понимание, еще раз подчеркну, на том, на каком уровне мы говорим про архитектуру, да, вот такая одна из классических классификаций программных архитектур, которая представлена там в большом количестве учебников и так далее. Ну, вот, например, такая, да, локальная архитектура, значит, файл-серверная архитектура, клиент-серверная архитектура. Если интересно, вы можете, естественно, кто не знает, чем они друг от друга отличаются, сможете дополнительно изучить. Это будет, ну, как минимум, не лишним. Значит, ну, и вот примеры того, как, собственно говоря, изображать архитектуру, их будет несколько. Значит, ну, вот такой, казалось бы, очень простой и, наверное, отчасти непонятный пример архитектуры системы, хотя, в принципе, это, безусловно, тоже архитектура системы, но в данном случае, например, это архитектура системы, которая обеспечивает, ну, какое-то взаимодействие двух пользователей только напрямую друг с другом. А что есть вот два, скажем так, клиента, которые со своих рабочих мест через сеть интернет как-то друг с другом общаются. Вот пример следующей архитектуры. Значит, здесь уже появляется вот компонент, который называется сервер. Опять же, я здесь пока не описываю, мы не описываем то, что происходит на этом сервере. Я говорю, наверное, об архитектуре больше в целом. Значит, ну, вот следующий пример, он еще более детализированный, чем предыдущий. И здесь уже, значит, в архитектуре участвуют, ну, три логических компонента. Соответственно, слой, компонент, связанный с клиентом, с некоторым сервером. Сервером, ну, он называется сейчас слой логики или так называемый сервер приложений, и слой данных, откуда, собственно говоря, данные берутся. Да, вот здесь помимо непосредственно самих компонентов архитектуры еще изображены, ну, так называемые, направления потоков данных, которые идут, ну, опять же, без какой-либо детализации. Ну, и вот, наконец, пример уже такой существенно более сложной архитектуры, значит, схематически изображенной. Это, значит, ну, архитектура, например, системы, связанной с валидацией билетов автотранспорта, на автотранспорте. Вот, здесь уже видно, что компонентов достаточно много, описаны разные виды сервера, вводятся такие термины, как сервер базы данных, это аналог, по сути, того, что на предыдущей архитектуре называлось слой данных. Есть FTP-сервер, который что-то на себе, в себе хранит. Есть сервер приложений, которому все стекается для обработки логики. Ну, и вот еще какие-то компоненты, связанные с пунктами продажи билетов, соответственно, с пунктами, наоборот, их валидации и так далее. Вот все это примеры архитектур. То есть, значит, такие разнообразные архитектуры я вам отчасти показал для того, чтобы вы, значит, понимали, что нет какого-то прям, условно говоря, узкого шаблона, например, по которой изображать эту архитектуру. Значит, ну, возникает вопрос, а как оценивать? Да, вот представлено было несколько архитектур, как можно оценить, то есть какие критерии есть оценки, скажем так, хорошести архитектуры. Ну, безусловно, нужно исходить из специфики каждой конкретно решаемой задачи. Ну, например, вот самая первая, самая простая архитектура, где два пользователя через какое-то клиентское приложение общались друг с другом через сеть интернет. Это, по сути, был пример такой локальной архитектуры. То есть локальной в том смысле, что вся логика, ну, почти вся логика выполнялась на стороне каждого клиента, и они друг с другом общались. Ну, например, возникает вопрос, значит, как такая архитектура может реализовывать, например, групповые чаты, или, например, а как такая архитектура может реализовывать поддержку, ну, отправления друг к другу, например, каких-нибудь файлов, если нет никакого, условно, сервера, который все это на себе хранит. Поэтому вот один из, собственно говоря, критерий, ну, наверное, важнейших критериев качества оценки архитектуры это эффективность конкретной архитектуры для выполнения, ну, непосредственно тех задач, которые были заданы, будут заданы вот в конкретном кейсе, о котором говорил Александр Владимирович. Значит, ну, помимо этого, у архитектуры есть еще несколько тоже важных критериев. Это критерии, связанные с масштабируемостью, причем, на самом деле, эти масштабируемости тоже, скажем так, различаются в двух направлениях, в так называемом горизонтальном и вертикальном направлении. Значит, ну, различаются они тем, что можно либо, значит, расширять функционал путем добавления каких-то новых функций, при этом таким образом, что не придется перепроектировать сервис. Ну, вот, в частности, то, что я говорил в том примере, значит, условного такого какого-то мессенджера, если мы захотим обменивать файлы, чтобы они хранились где-то на сервере, нам придется вносить в архитектуру еще какой-то дополнительный слой. То есть, вроде как добавлением такого достаточно очевидного функционала нам пришлось бы вносить изменения в нашу архитектуру. То есть, она изначально не предусматривала такой возможности. Значит, масштабируемость еще может быть с точки зрения, например, нагрузки. Ну, опять же, здесь возвращаясь к тому же самому первому примеру, значит, поскольку предполагается формат общения, что называется, один к одному, то, ну, такой масштабируемости нагрузки, значит, так как нагрузка не сводится в какую-то одну узловую точку, ее, собственно говоря, особо и не предполагается. Но в некоторых случаях, и это обычно описывается, оговаривается, предполагается какое-то возможное возрастание нагрузки на систему. Соответственно, предполагается, что если это возрастание нагрузки возможно, то необходимо предусмотреть какой-то компонент, который будет позволять эту нагрузку балансировать. Для этого есть разные механизмы, вот в демонстрационном варианте один из них описывается. Ну, и критерий гибкости, значит, критерий, который, в отличие от масштабируемости, говорит о том, что можно вносить изменения не путем именно добавления каких-то новых функций, а путем изменения существующих. Ну, и причем таким образом, чтобы сделать это было максимально удобно, ну, например, чтобы, значит, не пришлось бы останавливать время, не пришлось бы останавливать существующую систему на какое-то продолжительное время, чтобы вот такое обновление какое-то сделать. Значит, ну, вот то, что я хотел сказать про архитектуру, да, соответственно, про ее изображение. Ну, а дальше в заданиях будет предложено в каком-то виде описать уже вот ту картинку, которая может быть в принципе разной, описать ее уже конкретные компоненты. И вот при описании уже вот этих конкретных компонентов, как раз, вот, возвращаясь, например, вот к этой картинке, вот каждый логический элемент архитектуры будет описано, а что здесь происходит, то есть зачем нужен FTP-сервер, да, что на нем происходит, зачем нужен сервер-приложений, какие функции выполняются на сервере приложений, да, значит, какие функции предполагаются в выполнении, там, в центре обработки данных, подготовки данных и так далее. Вот, опять же, одна и та же архитектура может быть изображена по-разному, поэтому смотреть только на картинку, безусловно, значит, ну, недостаточно, и важно, крайне важно описание. И вот уже при описании каждого логического компонента вы должны максимально четко, полно и подробно описать, какие действия, какие функции в рамках той системы, модуля, сервиса, мобильного приложения, о котором будет идти речь, значит, будут выполняться или что будет обеспечивать конкретный данный компонент архитектуры. Значит, ну, переходя к следующему заданию, которое связано с прототипированием интерфейса, да, значит, ну, речь идет, безусловно, о макетных интерфейсах, то есть, ну, по сути, о некоторых визуальных статических представлениях, да. Значит, вот я специально… Опять же, определения того, что такое макет интерфейса достаточно много, поэтому я специально привел на слайде то, что мы в данном контексте понимаем под макетом интерфейса. Да, это визуальное статическое представление некоторой концепции интерфейса пользователя, на котором изображаются ключевые содержательные элементы этого интерфейса. Ну, и в некоторых, в принципе, случаях, где это критично, их взаимоположение может играть роль, а может не играть, это уже зависит от специфики задачи. Ну, и различают несколько вообще видов макетов интерфейсов. Есть так называемое понятие грубого макета и законченного макета. Ну, вот я специально зелененьким цветом выделил. Если не сказано иного, то будет подразумеваться, конечно же, грубый макет. Значит, что такое грубый макет, чем отличается от законченного? Грубый макет – это макет интерфейса, значит, ну, словно назовем это низкой точности. Значит, который нацелен прежде всего на то, чтобы показать содержательное, значит, нахождение тех или иных элементов интерфейса на конкретном окне, форме и так далее. То есть он не задается вопросами каких-то цветовых оттенков, если это, опять же, не может играть ключевую роль для конкретной системы или сервиса. Не задается вопросами, какие там будут шрифты, значит, фоновые картинки и так далее. Ну, вот в противовес ему как раз законченный макет, он предполагает уже такую финальную картинку, там, разрисованную со всеми дизайнами с точки зрения, там, цветов, шрифтов, фонов, иконок и прочее. Вот по умолчанию, да, если в задании будет сказано про разработку макета, мы подразумеваем, предполагаем, конечно же, грубый макет, ну, просто законченный макет требует достаточно, скажем так, длительного времени для того, чтобы его реализовать. Значит, ну, вот так же на картинке, вот, например, грубого макета, то есть, по сути, набор каких-то полей, кнопочек, ну, интуитивно, желательно, чтобы он был интуитивно понятный, который позволяет, значит, ну, понять вообще, что сюда пользователь вводит, да, и, ну, вот здесь есть какая-то таблица для изображения результата. Соответственно, если предполагается рисовать несколько макетов, то есть, ну, несколько, точнее, форм интерфейсов, которые связаны между собой, то обычно еще указывают, собственно говоря, ну, такую, то, что называется, экраны перехода, ну, то есть последовательность перехода, да, то есть вот мы заполнили такую-то формочку, нажали кнопочку «Найти», например, и пришли вот в такую-то формочку, увидели что-то такое. По сути, это, может быть, изображено просто последовательным, значит, пронумерованным картинками наподобие той, которую вы сейчас видите на слайде. Ну, и в противовес, да, пример, законченного макета интерфейсов, которые от вас, безусловно, значит, ну, в контексте, значит, полуфинала требовать мы не будем, но я просто это подказал исключительно для того, чтобы вы понимали, что вот трудозатраты на того, чтобы нарисовать какую-то такую продуманную картинку с цветами, они действительно достаточно велики по времени. Ну, и напоследок, значит, про инструменты, которыми можно пользоваться для того, чтобы выполнять задания. Ну, опять же, это лишь некоторые инструменты, вы можете, если вам ближе какие-то другие, вы можете пользоваться ими, потому что, значит, обычно формировка заданий будет какой-то стандартизированный формат файлов, который от вас будет ожидать на выходе. В большинстве случаев, ну, это PDF-формат, там, в части картины, архитектуры и так далее. Ну, почти все современные сервисы, да, предполагают, что можно все сохранить в PDF. Значит, ну, для изображения архитектуры можно пользоваться, значит, сервисом Draw.io, который в Google называется AppDiagrams.net. Это гугловский сервис, он бесплатный, и можно пользоваться со своего гугловского аккаунта. Кроме того, значит, ну, Microsoft Video с точки зрения лицензирования использования у него может быть разное в зависимости от того, какая у вас версия, но, тем не менее, вполне тоже нормальный сервис для того, чтобы, значит, нарисовать в нем архитектуры, программную архитектуру. Ну, и, кроме того, различные средства рисования, которые есть там в пакетах офиса, там, Microsoft или Google Docs. Все средства рисования, которые там есть, в принципе, их тоже достаточно для того, чтобы изобразить техническую архитектуру системы. Ну, и некоторые вот сервисы для прототипирования интерфейсов, значит, здесь представлены. Опять же, вот эти два сервиса, они полностью бесплатные, но, опять же, мы ими никоим образом не ограничиваем, потому что все равно на выходе в данных заданиях вы будете предоставлять PDF-ки, которые мы, по сути, будем смотреть в условном виде картинка. Так, давайте, сейчас я посмотрю вопросы. Один, по-моему, вопрос. Вот может ли быть снижена оценка за избыточную архитектуру для задачи? За избыточную архитектуру. Ну, смотрите, если я правильно понимаю, что вы под избыточностью подразумеваете, например, то, что вы в архитектуре, ну, предусмотрите, не знаю, например, масштабирование нагрузки, которого в задании вроде как не предполагалось. Нет, снижать оценку за это безусловно не будут, но, да, в любом случае здесь надо понимать, что там выше, чем максимальный балл за задание, да, вы все равно получить не сможете, потому что в сумме больше 100 баллов у нас не будет. Поэтому нет, за избыточную, если эта избыточность не ущемляет, значит, ну, тот главный функционал, который должен быть, то, безусловно, оценка не будет снижена. Так, ну, я больше вопросов не вижу, да? Больше не вижу, да, больше вроде бы нет. А, вот, вот появился. Так, повторите, какой компонент используется для масштабирования нагрузки. Так, ну, по-моему, сейчас посмотрю, я не уверен, было ли у меня это в презентации. Здесь компонент, он точно описан в демонстрационном варианте. Так, 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 так. Ну, да, в явном виде его здесь не описано, но я могу озвучиться словами и в демонстрационном варианте вы посмотрите. Значит, можно вот, наверное, на примере вот того, что написано здесь, сервер для обработки запросов-ответов. Да, обычно для масштабирования нагрузки используются так называемые, например, очереди сообщений. Это некоторые логические компоненты архитектуры, которые обеспечивают, ну, во-первых, асинхронное взаимодействие клиента с сервером, то есть предполагают, что все запросы, которые идут от клиента, они встают в эту очередь, значит, а из очереди уже отдаются серверу приложению. Ну, преимущество по сравнению вот с такой архитектурой без этого звена состоят в том, что если у вас сервер приложения в текущий момент занят, то есть он выполняет какие-то запросы от других пользователей, а на него продолжают массово сыпаться запросы, сыпаться и сыпаться. Соответственно, сервер, ну, просто не успевает отрабатывать, в какой-то момент он может упасть, и те запросы, которые были получены, они на самом деле просто потеряются. Вот. Вот некоторое звено, которое, в частности, может быть, значит, реализовано как очередь, очередь сообщений, она, поскольку будет просто принимать входящие запросы, складывать их к себе и потом отдавать серверу приложений по мере того, как он способен что-то выполнять. Вот. Да, это обеспечивает асинхронность, обеспечивает то, что запросы никаким образом не потеряются, вот, потому что функционально эта очередь никак в себе не несет. Вот. Кроме того, это хорошая вещь с точки зрения масштабирования нагрузки, потому что, вот, имея такого рода механизм, вы можете на самом деле поставить не один сервер приложений, а два, три, четыре и десять одинаковых. И вот это вот такое звено балансировки в виде очереди, оно само будет раскидывать задачи. То есть, по сути, это такая модель издатель-подписчик, где издатель – это вот эта самая очередь, которая принимает все запросы, а подписчики – это серверы бизнес-логики или серверы приложений, которые обрабатывают запросы по мере того, как освобождают. Ну, вроде бы больше нет вопросов. Давайте перейдем к нашей, так сказать, завершающей задаче. Александр Владимирович. Вечер, по идее, сейчас мне должно быть видно и слышно. Да, 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 да. Я запускаю свою презентацию. Насколько я понимаю, сейчас она должна быть у всех на экране видна. Ну, мы, по крайней мере, заставку видим первую. Собственно, с этого она и начинается. Так, а вот так вот получается. Так, сначала несколько слов про бакалаврскую задачу, такую, как она рассмотрена в демо-версии, и мы планируем, что она именно в таком же виде и будет в боевых вариантах. Бакалаврам предлагается на основании методики, разработанной в стек в 2015 году, построить модель нарушителей безопасности информации, при этом рассмотреть в качестве нарушителей всех лиц, участвующих в бизнес-процессе, который вы в самом первом задании смоделировали. Ну, и, по сути, все его детали, которые в прочих заданиях были вами раскрыты. Результат мы просим представить в виде вот такой таблицы, перечисляющей основные параметры нарушителя. Собственно, сам нарушитель, как вы его назовете, тип, вид, потенциал и способ реализации угрозы. Так, кажется, был какой-то вопрос в чате, но его, видимо, удалили, потому что я его не вижу в данный момент. Если будут вопросы, я, в принципе, чат вижу, могу попробовать прямо на ходу и отвечать. Собственно, смотрите, в бизнес-процессе я взял демо-версию, которую мы загрузили. Следующие персонали, скажем так, лица участвуют. Это пользователь, специалисты первой линии поддержки, так называемая служба поддержки. Дальше вторая и третья линии поддержки, менеджеры-владелец процесса, владельцы и менеджеры других процессов. Мы просим вас всех этих личностей, все эти лица рассмотреть в качестве возможных нарушителей, оценить, какие у них могут быть мотивы, какие они могут угрозы безопасности информации реализовать. Но не совсем угрозы. Угрозы – это следующий уровень детализации, а вы именно их как нарушителей рассмотрите и охарактеризуйте по табличке, которая приведена на предыдущем слайде. Теперь откуда эту информацию вам брать? Ну и, может быть, пару слов я концептуально скажу, как делали мои коллеги. Зачем все это нужно, в чем, собственно, идея и в чем идеология? В задачах защиты информации, безопасности информации мы рекомендуем оценивать угрозы, оценивать риски еще на этапе проектирования. То есть это и предлагается вам сделать. Соответственно, уже в процессе моделирования бизнес-процесса, разработки интерфейсов для него, разработки взаимодействия участвующих лиц, предлагается учесть их возможные риски с точки зрения безопасности информации. Я имею в виду риски, от них исходящие. Откуда вам предлагается брать информацию из, собственно, точнее, для заполнения этой таблицы? Из документа вот этого от 2015 года, обложку его я сейчас поместил на слайд для того, чтобы вы могли проверить, что вы именно этот документ используете. Известно, что появилась версия 2020 года. Мы пока остановились на версии 2015 года, как более рассмотренной, обсужденной. Ну и она есть, в частности, в рекомендованном онлайн-курсе. То есть вы можете кратко наиболее содержательную часть ее, ту, которая потребуется для решения задач, там усвоить, посмотреть и, соответственно, далее применить при решении задач. Вам потребуется определить следующие параметры. Тип нарушителя. Может быть, внутренний или внешний. Здесь достаточно простой критерий наличия у рассматриваемого вами лица прав в системе, постоянных или разовых. То есть если вы пользователю создаете учетную запись, личный кабинет, его стоит рассматривать как внутреннего нарушителя, у него есть какие-то права в системе, он может с ней взаимодействовать. Может быть, у вас появятся какие-то вспомогательные лица, которые устанавливают новые компоненты, которые производят обслуживание, которые производят профилактические действия, расширение системы. Их тоже следует рассматривать как внутренних нарушителей, поскольку им права доступа даны. Если это посторонние лица, например, клиент, который не имеет прав в системе, он просто устно общается с сотрудником организации, его стоит рассматривать как внешнего. Можете рассмотреть и нарушителей никак не связанных системы, это тоже допускается, но как минимум мы просим рассмотреть всех, кто у вас в бизнес-процесс попадет. После того, как вы определите тип, следующий момент, который вам надо определить, это вид нарушителя. В методике приведена таблица, перечисляющая все виды нарушителей, предусмотренные в этой методике. Мы вас просим выбрать из этой таблицы, исходя из типа и роли в компании, такой вид, который в наибольшей степени описывает то лицо, для которого вы строите эту модель, рассматривая его в качестве нарушителя. У вас и сотрудник может быть неосторожный, халатный, некомпетентный, а может быть работающий на конкурентов. Вот все эти варианты кейса мы вас просим рассмотреть. Следующий параметр каждого такого нарушителя – это его потенциал. По методике бывает трех уровней – низкого, среднего и высокого. После того, как вы определите вид по таблице из методики, вы в взаимно однозначном соответствии можете увидеть, какой у того или иного нарушителя потенциал. В методике прямо перечислены виды с низким потенциалом, иначе называемым базовым, средним, базовым, повышенным и высоким. Вам просто надо выбрать у того вида, который вы определили, какой же у него потенциал. Следующий параметр – это мотив, то есть в связи с чем нарушитель совершает реализацию угроз безопасности информации. Может быть, он халатный, может быть, он злоумышленный, может быть, он действует из интереса. Есть такой из мотивов подтверждения статуса, любопытства. Вот это, соответственно, вы и смоделируете. Кто из лиц, участвующих в процессе, в нескольких, если вы рассматриваете бизнес-процесс, может представлять угрозы для безопасности информации. Забегая вперед, естественно, могу сказать, все могут представлять те или иные угрозы, а ваша задача – оценить, почему, что они будут двигать и, соответственно, каким образом они могут на информацию влиять. Это вот последний параметр – способы реализации угрозы. В методике приводится шесть вариантов, и, опять же, мы вас просим просто выбрать тот из них, который в наибольшей мере описывает тех конкретно нарушителей, их возможности, которые у вас предусмотрены. Смотрите, есть в методике четыре уровня, условно называемых, назовем их так, уровня несанкционированного доступа или воздействия на объекты. На аппаратном в методике подразумевается, вот сейчас перед вами просто выдержите из этого документа, это воздействие на программы, так называемые прошитые в аппаратных компонентах, то есть влияние на работу аппаратных средств, аппаратного обеспечения. Второй уровень – общесистемный, при помощи базовых систем ввода-вывода, гипервизоров, операционных систем. Вам не требуется полностью переписывать всю эту формулировку, напишите ровно то, что подходит под вашего нарушителя. Например, несанкционированный доступ на аппаратном уровне. Следующий способ реализации угрозы – несанкционированный доступ или воздействие на прикладном уровне через СУБД, через любые прикладные или веб-приложения. Соответственно, если у вас это просто пользователь, который через какой-то интерфейс работает с системой, то это его случай. Да, Мансур, большое спасибо за уточнение. Да, есть мой курс на курсе, и все желающие могут им воспользоваться. Смотрите, следующий вариант – несанкционированный доступ или воздействие на сетевом уровне, то есть тот, кто взаимодействует с вашей системой через сетевые приложения, сервисы. Например, пользователь через личный кабинет. Это вот как раз его вариант. И еще два варианта предполагает методика. Это либо физический доступ и воздействие на линии, каналы, связи, технические средства, машинные носители информации. Это скорее случай про сотрудников. Или про вспомогательный персонал, если он у вас так или иначе рассматривается. Мы не ограничиваем вас в рассмотрении, можете рассмотреть. Я полагаю, не заставить большого труда желающим в интернете найти истории о том, как уборщики, приглашенные рабочие, наносили ущерб в значительном финансовом выражении, просто по неосторожности, выводя из строя оборудование. Мне известен случай от коллег из Британского университета, когда приглашенные уборщики залили водой сервер стоимостью в несколько десятков тысяч фунтов стервера. Ну вот вам угроза. И последний вариант – это воздействие на персонал с помощью каких-то психологических приемов, известных как социальная инженерия. То есть стремление навязать им желаемый нарушителю способ действия уговорами ли, запугиванием ли, подкупом ли, любыми иными способами. Может быть, у вас пользователь звонит и вводит в заблуждение персонал, так что некая информация, которая ему не должна быть доступна, ему таковой становится. Известный такой есть взломщик Кевин Митник. По-моему, у него есть несколько книг, посвященных всяким таким делам. То есть тоже это не сбрасывайте со счетов. Казалось бы, легальный пользователь, что он может, какой вред нанести, надо ли от него защищаться, он лицо, с которым мы хотим работать, он вроде как хороший легальный пользователь. Под его личиной может скрываться злоумышленник, либо сам пользователь может действовать, например, с мотивом интерес подтверждения статуса. А что будет, если я назовусь другим лицом? Или что будет, если я недостоверные сведения предоставлю? Скажут ли мне информацию, касающуюся другого пользователя? Мы вас просим это предусмотреть. Что касается части для студентов магистратуры и специалитета, так называемый магистрский трек, здесь похожая задача, но она уже связана с построением модели угроз. На основе того же документа, на основе того же задания номер один, мы вас просим построить модели 10. На самом деле больше не запрещается, я думаю, коллеги со мной согласятся, ну, хотя бы 10 мы хотели бы оценить, угроз безопасности информации. Важно то, что мы просим вас, чтобы они были связаны с тем процессом, который вы моделируете во всех заданиях, вообще говоря, не только в первом. Ну и опять же, в качестве источников рассмотреть лиц, участвующих в бизнес-процессе, либо не участвующих в них, вводите внешних нарушителей, если считаете, что они по той или иной причине могут рассматриваться как актуальные для рассматриваемого вами процесса конкурентов, преступников, кого вы сочтете необходимым для того, чтобы промоделировать угрозы, и представить результат тоже в виде таблицы, которая на одном из следующих слайдов будет показана. Более того, мы просим вас кратко каждую из этих угроз обосновать, пояснить, почему вы считаете, что она возможна для данной системы, объяснить, в чем ее риск для вашей системы, и выстроить все угрозы от наиболее опасной и далее вниз по невозрастанию возможного ущерба. Опять не туда нажал. Итак, сейчас перед вами шапочка таблицы, которую мы просим вас заполнить. Первая колонка – угроза, ее номер и наименование в банке данных угроз безопасности информации, тоже составленного поддерживаемого в стек. Дальше определите нарушителя, то есть источник угрозы, укажите ее вид по методике, то есть немножко сделайте то же самое, что делали бакалавры. Далее уязвимости, обуславливающие возможность реализации угрозы, укажите, пожалуйста, способы, как реализует нарушитель эти угрозы, более конкретно, нежели в модели. Когда вы моделируете нарушителя, он, может быть, много угроз может реализовывать, вы просто знаете, что он находится на расстоянии от вашего объекта, и ему предстоит по сетевым интерфейсам взаимодействовать или через сетевые приложения. Или он находится внутри вашей организации, он сотрудник, у него есть прикладные программы для выполнения своих функций, своих задач. А здесь речь идет уже про конкретные угрозы. Что конкретно он делает для того, чтобы достичь той или иной цели. Следующий параметр – это объекты воздействия, на что он направляет эти способы реализации. И, наконец, впоследствии от реализации угрозы. Можно ограничиться утверждением только того, с какой информацией что случится. То есть какие-то отдаленные последствия можно не рассматривать, наверное. Теперь откуда вам всю эту информацию черпать? Я хотел бы вам дать несколько советов. Естественно, та же самая методика, но и не только она. В методике каждой угрозы описывается с помощью вот таких параметров. Нарушитель, уязвимости, способы реализации угрозы, объекты воздействия и последствия. По сути, эту самую структуру мы с коллегами вам и представляем в виде этой таблицы. Только не вектором это пишите, а в виде таблицы просто так это проще воспринимать. Надеемся, что и вам, и нам. Откуда для вас удобно будет взять информацию для того, чтобы эти угрозы сформулировать, ну и чтобы их не совсем из головы выдумывать. Существует банк данных угроз безопасности информации. Вот сейчас на слайде скриншот этого сайта я вставил, а в задании будет ссылка на этот банк данных. Здесь есть более 200 угроз предусмотренных, а мы, по сути, просим вас выбрать хотя бы 10, которые актуальны для вашего бизнес-процесса. Ну, не очень хорошо говорить актуально, потому что актуальность надо еще проверять, исходя из параметров методики, которые могут быть идентифицированы для вашего объекта или для вашего бизнес-процесса, то есть которые там могут встретиться. После того, как вы какие-то угрозы выберете, можно нажать на номер угрозы, вот он здесь зелененький, и у вас откроется более детальное описание каждой угрозы. По большому счету здесь есть практически вся необходимая вам информация. Смотрите, вам нужен источник, здесь внутренний нарушитель с низким потенциалом. Вы делаете практически часть того, что делают бакалавры в своем задании, смотрите, какой нарушитель вам подойдет. Вам надо указать вид. Допустим, внутренний с низким потенциалом, это, скажем, пользователь информационной системы. Либо приглашенный работник, который выполняет те или иные работы на постоянной или на разовой основе. Далее здесь есть описание угрозы в общем виде, и указано, что делает нарушитель, как он ее реализует. Ваша задача конкретизировать это описание под ту конкретную угрозу, которую вы моделируете. Тут могут быть какие-то общие слова, например, вот уязвимость. Угроза обусловлена слабостью мер контроля за целостностью и далее по тексту. Пожалуйста, уточните, раскройте, конкретизируйте, как это применимо к тому процессу, который вы моделируете. Реализация возможна при условии успешного получения и так далее. Опять же, уточните, что конкретно делает нарушитель, как он добивается своей цели. Объект воздействия тоже сформулирован достаточно общо. Конкретизируйте, что в вашем бизнес-процессе или в важной системе будет объектом воздействия. Ну и последствия. Просим все-таки указать, что конкретно, какая информация пострадает. Да, можно на уровне нарушения конфиденциальности целостности доступности, но чего? Там нарушение конфиденциальности запроса пользователя, к примеру. Или нарушение конфиденциальности ответа на запрос пользователя. Вот на таком уровне. Свяжите максимально это описание угроз с вашими результатами из предыдущих заданий. Так нам будет более наглядна ваша логика. Кроме того, мы просим некоторые описания. В них ссылайтесь активно, конечно же, на предыдущие задания. Вот. То есть, по большому счету, выбрав эту угрозу, вы некий шаблон, что ли, некоторые основные мысли для заполнения таблицы уже здесь найдете. Вот. Я уже сказал, что вам нужно указать нарушителя его вид по методике. Вы можете просто посмотреть, какова роль лица в бизнес-процессе и его вид. Ну и после этого подобрать наилучший вид, который его характеризует. То есть, тип внешний или внутренний вы определяете, и что за роль в бизнес-процессе, ну и тот вид, который у вас наилучшим образом подходит. Поскольку вам придется действовать и рассуждать от угрозы, то еще и потенциал примите во внимание. Если у вас сказано внутренний со средним потенциалом, у вас выбор сильно сужается. Выберите правильный вид. Вот это вот тоже, естественно, мы будем оценивать соответственно. Уязвимости, способы и объекты воздействия и последствий я вам показал на предыдущем слайде прямо на описании, где это есть, в каких местах это искать. Они указаны в общем виде в описании, а вы, пожалуйста, примените, привяжите к тому процессу, который вы рассматриваете. После того, как вы эти модели построите, мы вас просим их несколько проанализировать, дать по каждой угрозе пояснение, показывающие возможность в рассматриваемом процессе. То есть объясните, почему вообще такая угроза реальна. Ну, это не прилет пришельцев, не нападение, не знаю, зонби, инопланетян, еще кого-то. Объясните, почему это реально. Почему вы считаете это реальным, исходя из каких-то реалий того процесса, который вы моделируете. И упорядочьте их с обоснованием. По большому счету на этом задание завершается. И я благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, я готов на них ответить, но вроде как в чате пока новых вопросов не было. Благодарю. Коллеги, если есть какие-то вопросы, комментарии, пожалуйста. Видимо, в вопросах нет. Александр Владимирович, вы очень все хорошо рассказали. Я проясни. Кроме того, у вас есть отличный курс на Курсере, что немаловажно. Коллеги, ну, пожалуйста, если у вас есть вопросы по проведению этапа. Шесть часов, в очном формате был перерыв, в заочном. Это, наверное, все-таки, наверное, Дарья лучше объяснит нам, как это, там, перерыв. Это, наверное, все-таки к организаторам больше, нежели к нам вопрос. Не знаю, я, по крайней мере, не берусь вот точно на этот вопрос ответить. Я полагаю, действительно, будет более разумным данный вопрос адресовать. Да, наверное, давайте поступим так, если, ну, так сказать, будут выложены какие-то, наверное, материалы какие-то, и там, по всей видимости, вот этот, ответы на этот вопрос вы сможете найти. Да, вот Дарья написала про инструкции. Пожалуйста, вопросы еще, коллеги? Ну, если нет вопросов, тогда позвольте мне несколько слов, тем более, завершающих сказать, тем более у нас осталось там буквально две минуты до такого официального кончета. Я надеюсь, что, ну, во-первых, то, что мы вам сказали, там, ответить на вопросы, будет для вас не бесполезным. Это первый момент. Второй момент, я думаю, что вы, вот из наших слов, из анализа тех заданий, которые мы представили как демонстрационные, вы поняли, что, в общем-то, вот это соревнование, оно носит, конечно, гораздо более творческий характер, нежели те задания, которые были вам предложены на отборочном этапе. И в этой связи, я думаю, что чем, наверное, полнее, чем, ну, если можно так сказать, многограннее вы представите свои ответы, ну, конечно, так сказать, все-таки соотнесите это и с тем временем, которое для вас будет предоставлено. То есть в своих ответах вы, ну, на мой взгляд, было бы здорово, если бы вы смогли показать весь свой, что называется, творческий потенциал, с одной стороны, с другой стороны, свою квалификацию. Это будет равно полезно и для нас с точки зрения оценивания ваших работ, так, наверное, и для ваших будущих работодателей. Вот. А с учетом того, что будет еще и финальная часть, когда лучшие из лучших будут представлять, именно представлять свои работы, то есть в этом, ну, в таком уже, даже если он будет и заочным, этот формат, но так или иначе это будет, ну, означать то, что мы увидим, увидим вас, да, увидим, так сказать, ваши результаты, ваши там рассуждения, логику, знания, квалификацию. То есть вот обратите на это внимание, по сути, полуфинал, это действительно полуфинал, там, где вы сможете еще и вот некоторые такие навыки, знания, умения оттренировать путем решения вот предложенных заданий. Да, извините, я прервался, потому что читаю то, что вы пишете. На финале, получается, мы кейс представляем, новое не делаем и сколько, примерно, людей проходит в финал. Вы знаете, мы, вот я, по крайней мере, для себя не решил, как в финале лучше сделать, представить то, что вы уже сейчас, вот, в полуфинале сделаете. Мне представляется, что, наверное, это не очень интересно будет. Лучше, ну, на мой взгляд, опять-таки, я думаю, что это мы решим в самое ближайшее время, будет ли это новая задача или, так сказать, вы все-таки будете представлять вот задачу из заданий полуфинала. Не знаю, сколько выйдет в финал. Наверное, это опять-таки связь пропала. А сейчас слышно? Меня, по крайней мере. Буквально на... Да, да. У вас пропали. Понятно. Ну, в общем, так или иначе, по поводу финальной части, я думаю, будут соответствующие инструкции, пояснения, объяснения. Давайте будем решать задачи по частям. И сейчас для нас с вами первая задача и основная – это провести полуфинальную часть, вам, соответственно, ее успешно пройти, ну, а дальше будем думать уже о финале. Вот, наверное, все, я закончил. Дарья, какие у нас дальнейшие действия? Я думаю, Александр Владимирович, можно на этом завершать наш вебинар и всех участников поблагодарить за участие. Ну, наша благодарность безмерна, безусловно. Вот. А, ну, будем надеяться, что мы еще, так сказать, встретимся с вами в финале. Спасибо всем, тогда до свидания. Спасибо. Спасибо.